Девушки отдыхают 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 А милость отличает учение шиваизма от учения буддизма. В учении буддизма благодать исходит от святых, от Будд, но в общем не от Бога. Потому что Бог очень такой отделенный. Нет понятия Бога, есть нирвана. С точки зрения шиваизма нирвана это один из аспектов Абсолюта. Но благодать другой из ее аспектов. И благодать это одно из центральных понятий в шиваизме. В любом шиваизме ситханты, шиваизме других видах. Ануграха шакти, поскольку это одна из пяти сил. И одна из самых главных сил. Силы творения, поддержания, разрушения. Оказывается нужны были только для того, чтобы была проявлена благодатная освобождающая сила. Бог это не нейтральное существо. Это существо преисполненное благодати. То есть это, скажем так, трансцендентальный, трансцендентный объект, заряженный определенной энергией. Например, солнце заряжено определенной энергией. Когда вы приближаетесь к нему, вы чувствуете явно эту энергию. Вы не можете сказать, что солнце такое не то, не сё. Что оно в некачестве, неопределении. Как бы оно что есть, что нет. Потому что, если Бог не заряжен этой благой, позитивной силой добра, абсолютного добра, то вообще сомнительно, как приблизившись к нему, можно освободиться. И какую пользу можно было бы от него получить, если ты его не можешь ощутить. Бог в учении Ишиваизма ощущаем через свою благодать. И через Ануграху. И Ануграха-Шахте – это ощущаемая энергия Бога. И, соответственно, все объекты прибежища, все трансцендентные объекты, также они ощущаемы. Они наделены благодатью. Они являются благодатью. Пять сокровищ, три сокровища – все это трансцендентные благодатные объекты. Даже начинающие вы, как члены Сангии, поскольку вы являетесь частью драгоценности, и пятеричной, и тройной, вы тоже в какой-то степени наделены этой благодатью. То есть вы тоже в какой-то степени являетесь трансцендентными объектами друг друга. Может быть, даже не совсем еще понимая это. Например, во время Махашанти какой-нибудь сосед спит. Вы думаете, какой он может быть благодатным объектом для меня? Мне тоже хочется спать рядом. Но на самом деле нет. Он является для вас благодатным объектом. Просто его благодать в отношении вас и его самого еще сокрыта просто. И предстоит раскрыться. В этом состоит причина, почему мы должны чисто относиться к Санге и всем Садху. Потому что это благодатные объекты. Чем чище мы относимся, тем больше благодати мы получаем сами. И мы должны убрать свой мирской ум, убрать свои старые представления и его перевоспитывать, смотреть чисто. Даже хотя бы в своих собственных интересах, чтобы контактировать с этой благодатью, получать ее. Ом Ом. 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 Итак, как философы, святые ситхи, шиваизма рассматривают Бога и Его благодать? Вот это же. Все сущее представлено пятью действиями – созиданием, сохранением, разрушением, омрачением и раскрытием. Все сущее находится в нем в форме чистого. Так, пять таттв, пять изначальных сил, пять действий, пять элементов, пять ликов Шивы, пять мудростей – все это пять граней изначального осознавания. И в процессе садханы мы постигаем эти грани. Например, есть пять ликов Шивы, Садюджата, Вамадева, Акхора, Татпуруша и Ишина. Ишина связан с благодатью, он связан с Ануграха Шакти, с распахнутым простором недвойственного осознавания. Если Татпуруша связан с сокрытием, с принципом эго, когда Шива прячет себя за эго, за Антахкарану, то Ишина, напротив, связан с распахиванием, раскрытием себя, абсолютному пространцу осознавания и открытию себя божественной милости. И вот этот лик Шивы, Ишина, очень важен для нас. Именно его мы постигаем в процессе Мокшадхармы, именно его Шакти, Ануграхе, мы служим. Поэтому мы все служители Ануграха Шакти, мы все служители вот именно этого лика Бога, этой энергии. Даже если мы не совсем понимаем, какой он именно, какая это энергия. Когда мы контактируем с Древом Прибежище, с Гурушище Парамбарой, с Учением, с Ангой, с Пятью Драгоценностями, мы уже контактируем с этим аспектом и с этим ликом. Если бы мы контактировали с другим ликом, например, с ликом Татпуруши или с ликом Вамадевы, мы бы контактировали совсем с другими гранями реальности. Это уже не была бы Мокшадхарма. Там, где Мокшадхарма, там ведь всегда. Ануграха Шакти, там аспект Ишины, аспект духовного пробуждения и благодати. Все сущее находится в нем в форме чистого, блаженного сознания. Здесь уместно сравнение с молочными продуктами, потенциально присутствующими в молоке. Следуя своей воле, он проявляется в виде материального мира. В момент творения его неограниченная, независимая, игривая воля непрерывно материализуется, проявляясь в форме Вселенной в ее феноменальном аспекте. Во время этого творческого акта Бог не подвержен какой-либо трансформации. Он просто проявляется как Вселенная, подобно тому, как кристалл приобретает различные оттенки, отраженные в нем. Таким образом, он выступает как ограниченный субъект и объект в бесчисленном разнообразии форм. В то же время, действуя таким образом, он скрывает свою божественную природу. Именно это божественное действие омрачения стоит у истоков неведения отдельной человеческой личности, в форме которой он проявляется. Неведение это растет и разворачивается, ведя к бесконечному психическому разнообразию этого мира. Согласно кашмирскому шиваизму, возникновение неведения и его последующее превращение в разнообразие мира является первой ступенью божественной игры. Можно привести такой пример. Звезды, планеты, светило, луна и в ночном небе отражаются в глади озера или океана. И когда они отражаются в этой глади, то там можно различить, что есть разнообразные звезды, планеты. Но на самом деле это всего лишь отражение. Океан при этом, он никак не вовлекается в это. Он никак не изменился от того, что в нем отражаются звезды, планеты, луна и другие светила. И все светила на поверхности океана, они как бы, ну, не настоящие, что ли. Они являются одной и той же поверхностью океана. Они только производят впечатление раздельности, самостоятельности бытия. А на самом деле их природа – океан. И вот это сравнение очень важное, которое надо запомнить. И оно характеризует воззрение недвойственного учения шиваизма. Многообразные феномены проявляются, но природой их все равно является сознание. Так же, как природа отраженных на поверхности океана светил – все тот же океан. И океан не вовлекается во взаимоотношения со светилами, не трансформируется и не изменяется. Он остается тем же, что и было, хотя на его поверхности отражаются различные светила. Но он обладает такой способностью отражать. И вот эта способность отражать – это и есть наше творение Вселенной. Но вот эта способность отражать – это для него совершенно такое игривое действие, ни к чему не обязанное, просто не обязывающее. Но нас, как ограниченных душ, эта способность отражать вводит в безграничное замешательство и заблуждение. Поскольку сила сознания таких душ еще недостаточно сильна. Ну, какой пример можно привести? Например, в вечернем океане отражаются звезды, планеты, другие светила. И океан как был, так и остался. Но чайки начинают большой переполох. Некоторые из них думают, что это какие-то светящиеся рыбы, и пытаются атаковать их, схватить. И возникает какое-то волнение. Но на самом деле просто произошло отражение. Ничего реального не было. На второй ступени он посылает людям просветление и открывает им истинную божественную природу. Благодаря такому просветлению эти души осознают свое единство с абсолютным Богом. Они воспринимают свое «я» единым со всем и понимают, что все богатейшее разнообразие Вселенной на самом деле есть их собственное творение, созданное их собственной волей. Для таких просветленных душ вся Вселенная становится шоу, игрой, драмой или же отражением. Такого рода откровение не может снизойти на людей при помощи одного лишь личного усилия. Усилия и цели людей изначально ограничены, поскольку могут быть направлены лишь на что-то заведомо известное. Итак, когда в океане отразились звезды, планеты, луна, и чайки, глядя на все эти отражения, начали думать, что рыбы, то одни чайки ринулись быстрее схватить этих светящихся рыб и насладиться. А другие чайки начали им завидовать и подумали, что их обгоняют. Они полетели вслед за ними. Третьи отстали и подумали, что они неудачники. Между ними сложились какие-то острые взаимоотношения. И когда одни подлетели и пытались клевать луну в океане или озере, другие пытались им помешать, и между ними завязалась какая-то битва даже. Но при этом океан в реальности никак не менялся. Все отражения, они как были отражениями иллюзорными, они так и остались отражениями. И все это возникло только в умах чаек, на самом деле. Все это возникло в умах чаек по причине заблуждения. Все это только один океан был. Просто его отражающая способность произвела некие феномены, бессущностные, пустотные, иллюзорные, не отличные от океана. Они никак не отличались от океана. Но чайки переоценили все это. И вся сансара в их умах началась для них. Другие, более мудрые чайки, обладающие вивекой, развлечением, смотрели не на отражение луны, звезд, планет в воде. Они смотрели на саму воду. Поэтому они ни о чем не беспокоились, не переживали. Они наслаждались самим океаном, видением самого океана. Поскольку человек не в силах полностью познать природу Бога, это познание никогда не может быть целью чьих-то усилий. Как неведение, так и раскрытие вдохновляются Богом. Это вдохновение божественного знания известно как его благодать, ануграха, или нисхождение его силы, шактипата. Только получившие божественную шактипату проявляют интерес к истинному знанию. Как понятие шактипаты рассматривается другими школами. Шиваидские философы Южной Индии и все вишнуидские школы, в особенности школа Вишутха-Двайты-Валабхи, в целом соглашаются с шиваидским представлением. Видантисты также принимают, но не развивают его. Большое значение они придают личному усилию в изучении, понимании и реализации сути Упанишад. Согласно некоторым философам, шактипата зависит от индивидуальных усилий, которые приводят к правильным действиям. Уничтожение привязанностей, ложного знания, накопительства, чистота и устойчивость ума и отречение от всех действий и желаний. Другие говорят, что Бог посылает свою благодать тем, кто следует путем Бхакти и преданно поклоняется Ему. Некоторые философы считают, что благодать зависит от случая. Иногда этот случай проявляется в форме карма-самья, то есть одно временного созревания двух противоположных прошлых действий, одно из которых равно другому по силе и потому не приносит кармических плодов. Карма-самья означает, что одновременно созрели ваши прошлые тенденции, даже если они были противоположны. Например, кто-то стремился стать богатым, но одновременно он понимал тщетность богатства и стремился стать саньяси, стать садху. И та, и другая мысль серьезно укоренились его уме. Тогда, через какое-то время, может быть, через жизнь или несколько жизней, эти две мысли полностью проросли в его сознании и стали прарабдха-кармой. Он чувствует, что он становится богатым, но чем он становится богаче, тем сильнее он хочет стать садху и саньяси, понимая бессмысленностью этого. В конце концов, он получает богатство, строит на него храм и принимает саньясу. Карма самья. Созрели два противоположных по силе результата. Также считается, что благодать иногда приходит от контакта с реализованной душой, которая открывает ищущему абсолютную истину. Стоп. Реализованные души, дживан-мукты, ситхи, джняни, брахма-джняни, махатмы, махапуруши пребывают в собственном трансцендентальном измерении, в брахма-ахам-бхаве, в дивье-бхаве, в определенной намерении, санкальпе, в созерцательном воззрении. Они пребывают в собственном уникальном измерении. Если они глубоко и сильно пребывают, и у вас есть контакт с ними, правильный контакт, то вы можете быть втянуты их собственным намерением, собственной брахма-ахам-бхавой или дживья-бхавой на время в их видении, на время в их измерении. Такое может быть. Это даст вам переживание недвойственного сознания. Но если ваши кармы не позволяют это, это будет длиться недолго. Или вы можете быть втянуты, но вы не почувствуете, какая-то часть вашего сознания не сможет уловить это. Таким же образом, трансцендентальные объекты, древо-прибежище, святые, божества на алтаре, все они пребывают в брахма-ахам-бхаве, в дживья-бхаве. И все мантры, гимны, стотры, упасаны, которые исполняются им, они способствуют тому, чтобы вы были втянуты их силой намерения сад санкальпы в их тоннель реальности, в мандулы их осознавания. Кто-то может сказать, 10 лет пою баджины, поклоняюсь ДТ-3, я ни разу не был втянут в их намерения. Да, бывает такое. Тут вопрос. Почему? Очевидно, ваша чувствительность к их мандали осознавания, к их намерению, еще слаба. Ваши гороскопы, ваши самскары и васаны еще прочно преграждают вам путь, не дают вам насладиться переживанием брахма-ахам-бхавы и дивья брахма-ахам-бхавы. Поскольку возможность быть втянута благодатным намерением святых или благодатным измерением, тоннелем реальности, которые они погружены, зависит еще от вашей чувствительности, от вашей способности. Саттва не может быть грубой. Это основной принцип. Вот если бы мы действовали через раджес, это было бы быстро и чувствительно. Так? Через тамос просто вы бы на всю жизнь запомнили. Два часа тамоса отпечаток составил бы на многие жизни, может быть, для вас. Но саттва не может быть грубой по своей природе. Это как слабые токи не могут быть 220 вольт, 380. Вот если вас хоть раз в жизни било 220, вы же запомнили, так? А 380 без вариантов. Но слабые токи надо быть достаточно чувствительным, чтобы их улавливать. Таким же образом благодатное намерение божественных существ, гуру Парампара, это все слабые токи. Саттва не может быть силовой, сильной. Она тонкая. И мы должны развить достаточную чувствительность, чтобы ее улавливать. Поэтому от нас требуется усилие, намерение, саттха на открытость, очищение, определенный образ жизни. Все это для того, чтобы улавливать благодать Бога и благодатное состояние святых древоприбежища. Например, если мы смотрим на Шиву или на Дататрею, поем стотру, и одновременно настраиваемся, желаем почувствовать, а какое это сознание Шивы, а какое это сознание Дататреи. Мы хотим реальный контакт какой-то, может быть, телепатический, или не ментальный, не концептуальный, но мы реально настраиваемся, и у нас есть вектор намерения, и мы визуализируем светящуюся фигуру. И мы реально в уме держим перевод и искренне поем стотру. И мы реально порождаем мысленную речь, делаем подношения, и визуально мы вовлекаемся в процесс взаимоотношений с Божеством. Мы делаем внутреннее подношение, манасикпуджу, поем, визуализируем светящуюся фигуру, зарождаем благоговение. Вот это вовлечение в тонкий процесс взаимоотношений с Божеством, вот что делает нас более чувствительным. Мы выполняем все восемь шагов Тандрийской Упасаны. И когда наша чувствительность увеличивается, мы можем почувствовать это намерение, эту Шахтипадху, и на некоторое время перенос сознания в измерение Божества. Это значит, наша Упасана не должна быть формальной. С нашей стороны мы должны прилагать усилия, чтобы развить в себе такую чувствительность. Тогда это сработает. Тогда, почему это не сработает, если мы не будем прилагать намерения? Потому что саттва, как тонкая энергия, не может быстро пробить восемь пут Паша, Аштапаша, которая контролирует Пашу. Каждый Пашу обязан быть контролируем. Это закон в сансаре. И он контролируется восемью Паша, восемью путами. Кхрина, жалость к себе, уныние, шока, страх, пхая, стыд, ладжа, брезгливость, джугупса, кула, семейно-рядовые, самскары, импринты, шила, социальные шаблоны, стереотипы, нормы поведения, и варна, привязанность к происхождению, принадлежность к определенным классам общества. Кроме этого, Пашу контролируется тремя малыми, пятью кончуками и шестью главными клешами. То есть достаточно и четырьмя энергиями, о которых мы вчера говорили. Гучари, Дикчари, Бучари, Кичари. Представляете, насколько Пашу связан разнообразным контролем, основными гунами, которые проявляются как гнев, привязанность и невидение, клешами, которые есть в чакрах. И вот пробиться через сеть контроля этих энергий, слабые токи, благодати, божеств, очень сложно, если мы сами, кроме этого, не порождаем устремленность, намерение и не выполняем тапасию, не развиваем свою чувствительность. Абхиновагупта далее говорит, что преданность сама по себе зависит от шактипаты. Именно его благодать пробуждает в людях преданность, благодаря которой, сосредоточившись на любви к нему, люди достигают высшего совершенства. Тем не менее, у нас есть какая-то преданность, какая-то вера в прибежище и какую-то аскетичность и какие-то мы делаем садханы. Это говорит о том, что уже как минимум низший уровень шактипаты нас коснулся, мы его уловили. Может быть, даже не до конца осознанно. Шактипата не зависит ни от какой другой причины, кроме милостивой и абсолютно свободной воли Бога. Абхиновагупта выражает это следующими словами. Поэтому божественная благодать не зависит ни от какой внешней причины. Полномочия неограниченной силы благодати Господа Шивы было признано философами, поскольку состояние совершенного освобождения не может быть достигнуто иначе, и аргументы, выдвигаемые другими школами по этому вопросу, не имеют никакой ценности. Такой тонкий момент. Сама по себе благодать ни от чего не зависит. Она не зависит от наших усилий, от наших подношений, от каких-либо условий, поскольку если бы она от этого зависела, то она имела бы причину в обусловленном материальном мире. Абсолютная благодать не может ни от чего зависеть. Тем не менее, наша способность к ее восприимчивости зависит от наших усилий, от нашей чистоты, от нашей кармы. Вот на что это похоже. Есть солнце, и лучи солнца не зависят от земных условий. Так? Если бы земля приблизилась к солнцу, она бы, наверное, сгорела. Вся, так? До тла, если бы близко приблизилась. Солнечные лучи, изливаясь, не зависят от земных условий. Вообще не зависят. Тем не менее, на земле мы наблюдаем, как человек может оказаться на северном полюсе, может оказаться на Карибских островах, на пляже, под солнцем, может оказаться в защитной одежде, в очках, в помещении, может оказаться под обжигающими лучами. Каждый по-разному. Есть относительные условия на земле. Хотя само солнце от всех этих условий, его сила лучей от этого не зависит. Но в относительных условиях для нас есть различия. Таким же образом и с благодатью. Таким образом, такие шастры, как Пураны, говорят, что сила благодати Господа абсолютно независима. Зависимость ее означала бы недостаток божественной сути в нем. Упанишады Божественная суть состоит в шести качествах Ишвары. И одной из грани этой божественной сути это сватантрия. Сватантрия означает абсолютная свобода, абсолютная суверенность и абсолютная независимость от чего-нибудь. То есть божественная суть не может зависеть от относительных условий, от условий материального мира. Она не может подчиняться законам физики, законам времени, пространства, субъективной психологии живых существ. Она не подчиняется вообще никаким земным физическим, психологическим, биохимическим или другим социальным законам. Вообще никаким. Поэтому она полностью свободна и спонтанна. И ануграха, исходящая из божественной сути, также полностью свободна и спонтанна. Дальше. Упанишады также соглашаются с принципом независимой шахтипаты. В Кадха Упанишаде говорится «Суть «Я» нельзя осознать ни в дискуссиях, ни посредством интеллекта, ни старательным изучением трактатов. «Я» может быть осознан только тем, кого оно избирает для этой цели, и только ему открывает свою истинную суть. В Каушитаке Упанишаде говорится «Именно он направляет к совершению добрых дел тех существ, которые он хочет вывести за пределы мирского существования и к совершению недобрых поступков тех, кого хочет низвергнуть. Однако преданность Бхактия без сомнения очень высоко ценится такими великими философами, как Утпаладева». В Шива-Стотр-Вале он описывает взаимосвязь преданности и шактипаты такими словами «О Господь, Тебя радует наша преданность Тебе, она же зависит от Твоего желания, и только Тебе известно, как осуществляется эта взаимосвязь». Это можно разъяснить следующим образом. Возникновение чувства преданности Богу зависит только от его благодати. По мере того, как это чувство преданности растет, оно побуждает Бога посылать более мощную шактипату, что, в свою очередь, усиливает чувство преданности и так далее. Находясь в такой взаимной зависимости, благодать и преданность становятся совершенными. Утпаладева точно описывает это в другой части своей работы. «Достаточно малой толики благодати Господа ко мне, как во мне пробуждается преданность. Когда же и благодать, и преданность возрастут, в их взаимном влиянии и достигнут желанного совершенства». Согласно Утпаладеве совершенная преданность и высшее знание, и йога, и подлинное освобождение. Преданность Тебе высший аспект истинного знания и высший уровень йоги. О, Господь, когда мое стремление к такой преданности станет всецело плодотворным. О, Господь, освобождением называется совершенная преданность Тебе, поэтому, поднявшись на ее начальную ступень, мы устремляемся к освобождению. Совершенная преданность с точки зрения созерцания это пребывание в нидидхиасане, пребывание в непрерывной созерцательной, непрерывном созерцательном самадхи в сочетании с верой и мумукшуттвой. Когда у вас есть вера, мумукшуттва, и вы непрерывно пребываете в нидидхиасане, когда эта нидидхиасана проходит стадию самоосвобождения, она начинает затрагивать глубинные структуры антахкараны, читу, манас, будхи, она начинает затрагивать тонкие тела, васаны, самскары и основу существования эго, и связанные с ней надежды, страхи, цепляния и различные структуры сознания. И когда такая нидидхиасанность идет дальше и пробивается через эти тонкие тела, наступает наполненность богом, шива самовеша, наступает атма-неведана, самоотдача всех этих структур сознания, васан, самскар, заодно с цепляниями, надеждами, страхами всевышнему источнику. Такая самоотдача атма-неведана раскрывает для йогина простор благодати. Выход на простор благодати делает йогина наполненным, носителем такой благодати. Он становится словно наполненным шивой. Его практика приобретает благодатный характер, если он не будет отвлекаться. Поэтому нидидхясана это неотвлечение в созерцании, неотвлечение в самоотдаче. Такое неотвлечение однажды, если вы вошли в него и приняли решение, не должно прерываться. Много сил, ситуации и энергии будут препятствовать вашему неотвлечению и вашей отдаче. Вновь и вновь вы будете соскальзывать на более грубые структуры сознания, на более материалистичные восприятия. Это значит, что силы пхучари, дикчари, гачари, кичари не сдаются. Что путы по-прежнему держат, что клеши не желают сдаваться. И вы вступаете в стадию духовной брани, духовной борьбы, когда ни одна сторона не может победить. Благодать внутри вас нидидхиасана, созерцание и самоосвобождение не могут победить. Это очень серьезные структуры внутри. Если вы вначале еще надеялись, что вы победите, то здесь вы понимаете, что вы победите усилием каким-то, особенным методом, тренировкой, распорядками, дисциплином, то вы понимаете, что по сравнению с этими силами, которые давно созданы, ваша небольшая аскетизм, ваша небольшая вера и тапасия не могут победить. Максимум, что они могут просто сдерживать, хоть как-то сдерживать равновесие все это. Здесь вы разочаровываетесь в своих эгоистичных способностях к освобождению. Вы разочаровываетесь в эго, в его способности освободить вас через личные усилия. Вы понимаете, эго и личные усилия вас не освободят. Тем не менее, вы понимаете, что без эго без личного усилия йога тоже невозможно. Оно необходимо хотя бы, чтобы вести правильную совершенную жизнь и сдерживать все это, сдерживать все эти серьезные структуры, которые держат вас, чтобы они не победили вас окончательно, хоть как-то держать баланс. И тогда вы начинаете думать, а что же меня тогда вообще может освободить, если все мои личные усилия, я так много знаю, так много делаю, практикую. как один карма саньяси говорил, я практикую столько, шесть часов в день делаю пранаямы, делаю то, делаю это, почему же еще до сих пор я не освободился. вы можете только сдерживать эти силы, так, чтобы они вам сильно не докучали. Если мирских людей они им докучают и полностью их как бы берут в оборот, то ведя аскетичную йогическую чистую жизнь, вы сдерживаете эти силы, так, чтобы они вам сильно не мешали и вы могли продолжать вести жизнь садху. Но освободит вас совсем другое. Благодать. И вот когда вы сдерживаете эти силы, то вы становитесь утонченными, восприимчивыми, открытыми к благодати. И вот тогда благодать начинает свою работу. То есть помощь приходит совершенно из неожиданной стороны. Она приходит не через ваши усилия, а совершенно с другой стороны, со стороны благодати. Но без ваших усилий тоже не обойтись. Вы должны делать свою часть работы. Бог делает свою, а вы делаете свою часть работы. Если вы просто легкомысленно понадеетесь на благодать, на спонтанное нисхождение шакти-патхи, забросите личные усилия, то ваша чувствительность к благодати уйдет, и вы, даже ее получая, ничего не получите. Это феномен собаки у ворот храма. В храме каждый день делают сапуджи, и собака приходит и спит у ворот храма. И вроде бы она находится с источником благодати, с трансцендентным объектом, но она не освобождается, потому что она не прилагает сама никаких усилий. постепенное развитие такой преданности, достигающей своей кульминации в состоянии полного совершенства, зависит от благодати, постоянно посылаемой Господом. Различные философские возражения высказывались по поводу такого понимания шакти-паты прежде всего потому, что согласно ему Богу свойственно пристрастие. Почему он не спосылает благодать одним, других же связывает? Поскольку кашмирский шиваизм есть абсолютный монизм, и все согласно ему является Богом, в освобожденном или связанном состоянии шиваистских святых особенно не волновал этот вопрос? Поскольку на самом деле ответ здесь прост, никакого пристрастия нет, это все равно спрашивать, почему солнце опаляет одних людей, а других оно мягко нагревает. На самом деле солнце не имеет пристрастия, его лучи равно распространяются от его центра, но разнообразные относительные условия формируют разную чувствительность к его лучам. Таким же образом разнообразные относительные условия кармы живых существ формируют разную чувствительность к благодати. Поскольку весь спектакль освобождения и связанности происходит по воле Бога, и нет ничего во всей Вселенной, что отличалось бы от Него, и Он есть все, не может быть вопроса о его пристрастии в том, как именно Он посылает Шактипату самому себе. Пристрастным его может считать только тот, кто отличен от него. Святые Шиваизма видят единственную причину состояния связанности и освобождения в свободной воле Бога, игриво разворачивающего этот спектакль по своему безграничному волению. Также кто-то может спросить, зачем Богу увлекаться этой игрой связанности и освобождения, игрой, наполненной болью и страданием. Шиваидские святые рассматривают этот вопрос с двух сторон. Во-первых, они указывают на то, что Бог находится в состоянии полной независимости и свободы, сватантрия, где вопрос «почему» просто неуместен. Во-вторых, непрерывное вовлечение Бога в пять божественных действий созидания, сохранения, растворения, омрачения и вспоминания себя и есть сама его природа. Согласно Абхиновагубтия, Бог, лишенный этой независимости и игры, этих аспектов, перестал быть бы Богом. Если бы Бог покоился лишь в пределах одного своего аспекта трансцендентного сознания, он перестал бы быть Богом и сознанием и стал бы подобен неодушевленному предмету, такому, как, например, глиняный горшок. Существует еще одно возражение этому принципу независимой шактипаты. Если интерес к освобождению и усилия на пути самореализации зависят только от милостивой воли Бога, зачем людям беспокоиться о том, как они живут? Почему бы нам не есть, пить и веселиться, оставив все дело освобождения Богу? Абхиновагубтия отвечает на это в своих объяснениях. Кпара Тришики Человек не волен делать или же не делать что-либо. Человек не волен делать или не делать что-либо. Люди неизбежно обречены делать то, что предопределено. Мы вынуждены действовать определенным образом, согласно нашей природе, данной Богом. Абхиновагубтия говорит следующее. Если это так, какой смысл заниматься бесполезной деятельностью вроде сбора священных трудов или чтения, объяснений их смысла обсуждений и размышлений над ними? Нужно сбросить этот тяжелый груз и погрузиться в молчание. Воля Господа сама вынесет на берег человека, которому предназначено быть вынесенным. Ответ на это возражение таков. Та же милостивая воля Бога приводит нас к таким размышлениям над шастрами. Следовательно, мы не должны стремиться к наслаждению явствами и сладким сном без созерцания себя или же дискуссий с достойными людьми, отмеченными более высокой, чем нас, благодатью Господа и обладающих мудростью. Заключительный довод Господа Кришны, который он приводит Аржуне в Бхагавадгите, полностью соответствует взгляду Абхинамагупты. Кришна говорит Аржуне «Своей собственной кармой скован, естеством порожденный сын Кутия, ты совершишь даже против воли то, что делать безумный не хочешь». Когда на садхаку нисходит божественная благодать, он должен продолжать движение на пути к самореализации и последующему освобождению. Ему суждено достичь той высочайшей вершины реализации, когда благодать Бога и преданность практикующего достигнут полного совершенства, как это описано Утпаладевой выше упомянутых стихах. Благодать Бога проявляется в форме Ичхашакти, также в форме Ичхашакти. Поэтому благодать Бога наделяет садху свободой воли. Так говорит традиция ситхов. Именно свобода воли внутри садху является формой проявления божественной благодати. Это один из аспектов сватантрии. Именно поэтому когда йогин получает свободу воли, это тоже действует внутри него божественная благодать. И свобода воли позволяет ему распоряжаться своей жизнью, осмыслять, практиковать, направлять собственную волю на путь освобождения. Это одна из форм проявления благодати. Таким образом, процесс практики созерцания, медитации заключается в том, чтобы медитировать на Бога и на божественную благодать. это не процесс осознавания внутри себя определенных структур психики, кож, оболочек, внутренних состояний сознания, вхождения в измененное состояние сознания. Это именно настройка на Бога и на божественную благодать. Созерцание, гуру-йога, иштадевата-йога, иштадевата-йога, все виды упасаны. Все это настройка на Всевышний Источник и на его Шакти-Патху. А наша воля, которая побуждает нас выполнять практику, это одна из форм божественной Шакти-Патхи, включающая Ичха-Шакти. Как только приходит ясное понимание того, что все взаимодействие в состоянии связанности и освобожденности лишь игра Бога, жизнь может быть воспринята как поразительная драма. Если бы Господь проявлял свою милость и гнев в соответствии с неким ограниченным планом для каждого человека, Вселенная напоминала бы бесконечный промышленный комплекс, производящий комплекты людей различных видов, похожих по характеру и природе, подобных фабричным изделиям. Но поскольку Вселенная есть божественная игра абсолюта, у каждого действующего лица своя индивидуальность, свободная от какого-либо повтора несвойственного красоте. Бог создает поразительное разнообразие персонажей этой божественной драмы посредством бесконечных вариакций двух видов своей активности омраченности и раскрытия. Как мы уже говорили, он осуществляет раскрытие через Шактипадху, которая ниспосылается множеством способов. Так поддерживается эта удивительная нескончаемая драма. Стоп. Возможно, вы имеете в своем опыте, в своей жизни воспоминания, как вы встретили Садху, как вы пришли к Дхарме, как внутри вас пробудилась вера, как у вас появился первый мистический опыт, как у вас были определенные знаки. И это было не как результат вашего усилия или вашей воли. Это происходило каким-то непонятным, чудесным, спонтанным образом. Так ведь? Почему это происходило? вы это не планировали, но это происходило? Это действие Шакти-Патхи. Это сила, которая была рождена до вас. Это сила, которая была послана вам еще до вашего ее осмысления. Таким же образом и сейчас эта сила действует и существует. Но ваше ее осмысление и осознавание находится на определенном уровне. Ваше понимание ее. В 13-й главе Тантра Локи Абхиновагупта разделяет Шактипату на три основных вида. Тивра интенсивный или быстрый, матхиа умеренный и манда медленный. Каждый из этих видов далее подразделяется на подвиды быстрый, умеренный и медленный, что приводит к девяти видам Шактипаты. Ниже приводятся особенности этих девяти видов, согласно их описанию в Тантра Локи и Тантра Саре. Повышенный интенсивный Тивра Тивра Получившие такую Шактипату достигают спонтанного постижения истинного природы своего Я без помощи Гуру. Таким людям не нужно соблюдать ритуалы или практиковать какую-либо йогу для достижения этого состояния. Их реализация наивысшего аспекта Я абсолютно спонтанна. Такие живые существа в качестве Садгуру имеют Атман внутри или спонтанное проявление Иштадеваты. Например, Ширамалинга получил Даршан от Картики в зеркале. Ширамана получил Даршан от Атмана. Многие святые древности получили духовное пробуждение встретившись с Богом внутри. Это самый сильный Шактипат когда не требуется каких-либо внешних усилий. Обычно такие души являются амшаватарами, частичными аватарами или считается, что они являются очень святыми в прошлых жизнях, выполнявшими много практик очищения, поскольку они развили такую сильнейшую чувствительность к божественной благодати. Осознав свою природу, единые с Абсолютом, они больше не отождествляют себя с обычными человеческими невзгодами. Они стремятся раствориться в своем чистейшем аспекте, отбросить физическую форму и слиться воедино с Абсолютом. Такого вида освобождения известно как видэха мукти или освобождение вне тела. Такие люди теряют интерес к живан мукти или освобождению в физической форме. Они могут покинуть тело немедленно или чуть позднее, но в мире они долго не задерживаются. Находящиеся под воздействием высшего интенсивного шактипата могут также оставаться в теле, но в состоянии полного бесчувствия, подобно куску дерева. Этот наивысший вид самореализации приводит к необычайному экстазу, сжигающему интерес ко всему нечистому. Таким образом, тивра тивра шактипата приносит немедленные освобождения. Умеренно интенсивный матхи тивра шактипата этого вида приводит к спонтанной реализации истинной природы я без посвящения от наставника или практика йоги или изучения шастр. Развивается спонтанное верное знание, известное как протипха интуиция. в шастрах говорится, что йогини, которые по сути есть божественные силы Бога, представленные как матери богини, сами дают посвящение и пробуждают спонтанную интуицию. Посвященные таким образом сами становятся гуру, способными освобождать других. Иногда некоторым из таких посвященных не удается развить твердую веру в весомость их спонтанного знания, и впоследствии для того, чтобы прийти к устойчивой реализации, они нуждаются в поддержке в виде самосозерцания, изучения трактатов или бесед с учителем. В особенности это необходимо, если они хотят передать свое состояние независимой внутренней просветленности другим. В них также развиваются сверхъестественные способности, называемые йога-ситхи. Хотя такие способности не используются ими в личных целях, с их помощью можно произвести благоприятное впечатление, вселить уверенность и пробудить твердую веру в умах достойных учеников. Итак, высший сактепат включает себя высший уровень интенсивности, средний уровень интенсивности и слабый уровень интенсивности. Все эти виды шактепата испытывают очень великие, очень святые души, такие как Шри-Шанкарачарья, Шри-Пада-Шивала-Пхачарья, Шри-Дата-Трея в своем воплощении, Ситхи. То есть эти виды шактепата характеризуют не обычных людей, а достигших освобождения, реализовавших видеха мукти или состояние дживан-мукти. Они находятся в непрерывной прямой связи с божественным источником. Их чувствительность к божественному шактепату такова, что кончуки их не ограничивают. Пять элементов, восемь пут, три малы у них отсутствуют или почти отсутствуют. Поэтому нисходящей ануграха шакти не ставятся никакие припоны, она не пробивается через все эти заслоны, а непосредственно сразу же зажигает светосознавание. Все души, которые нуждались в садхане, нуждались в духовном руководстве, это уже святые, испытывающие более слабые виды шактепаты. Такие виды шактепаты это огромная редкость, и такие души являются водителями человечества, основателями, великими основателями новых религий, те, которые почитают много тысяч лет, такие как Будда, Христос, Шришанкара, Шри Дататрея и другие. Такие посвященные обычно осознают, что Шива присутствует во всех внутренних и внешних явлениях. Некоторые из них могут также развить способность проклятия или исполнения желаний. Учитель не предписывает какую-либо йогическую практику таким ученикам. Он просто беседует с ними для того, чтобы убедиться в правильности их понимания. Что здесь передает Гуру ученику? Он подтверждает его уровень и направляет его созерцание правильно двигаться. Выявленное естественное состояние нуждается просто в том, чтобы его поддерживать. Благодаря Шактипатхе такой йогин входит в естественное состояние, но ему требуется удостовериться, провести манану, чтобы его правильно поддерживать и затем направлять до тех пор, пока оно наберет силу. Например, был один святой в Тибете, который обрел естественное состояние сразу же после прямого введения. Причем прямое введение было словами. После этого он еще 70 лет находился рядом со своим Буру уже в просветленном состоянии. Его просветленное состояние набрало полную силу. В конце концов он обрел достижение того, что называют радужное тело. Его тело растворилось в радужном свете пяти элементов, пяти чистых мудростей. То есть он не оставил после себя физическое тело. Его естественное состояние наделенное благодатью прямой передачи полностью растворило все ограничения завесы и энергии его физического тела. Это результат интенсивного шахтипата. Осознание истинного я таких учеников отбрасывает все ограничения времени, пространства и индивидуального существования. Элемент пхакти становится основным для таких людей, а знание отходит на второе место. Существует пять направлений действия умеренно интенсивной шахтипаты в таких садхаках. Первое. В них развивается непоколебимая преданность Господу Шиве. Второе. Их мантры достигают совершенства и зрелости. Третье. Они достигают контроля над всеми 36 татвами. Четвертое. Любые их действия становятся завершенными и плодотворными. Пятое. Они становятся прекрасными поэтами и постигают суть всех шастр. Они становятся самое главное джняни и ситхами, освобожденными при жизни дживанмуктами. Тот, кто наделен сильным шахтипатом, он не нуждается в том, чтобы его вдохновляли. Он сам является вдохновением. Когда утром все спят, он встает раньше всех и говорит, какое счастье, Бог есть. И начинает читать мантру, делать пуджу, делать садхану. Но не потому, что он стремится быть в освобождении, а потому, что его тенденция жить аскетичной жизнью, жить в тапасе, жить в садхане, таким образом естественно проявляется. Тогда, когда все возмущаются или страдают, он испытывает радость и благодать. Поскольку любые жизненные неурядицы он испытывает в экстазе и в блаженстве в виде в этом тайную руку Бога. Вот когда у вас есть неурядицы, даже в монашеской жизни, видите ли вы в них тайную руку Бога. Вот когда вы начнете видеть, это значит у вас сильный шахтипад. Но вы можете по крайней мере стремиться ее видеть. Например, так можно думать, несомненно, Шива ведет меня самым прямым и кратчайшим путем. Поэтому чем больше неурядиц, тем больше шахтипад, тем более кратким путем Шива вам предлагает пойти. Но до тех пор, пока вы не возопите, не скажете Шива я хочу длинным. Короткий я еще не говорил. Я должен набраться большей силы воли, большей веки, вайраги и устойчивости. Но именно тот, кто наделен сильным шахтипадом, именно он так смотрит на жизнь. Его жизнь на мир целиком благодатна. Она полна ананды, ясности, осознавания и самоодачи. Тебя и Бога, ситуацию и Бога, события и Бога, внутреннее переживание и Бога. Во всем он видит божественную руку, во всем он видит божественный знак, божественную благодать, шахтипад, и ничего другого он не видит и не желает видеть. Не то, чтобы он это не желает, поскольку его видение таково, невозможно ничего другого видеть, потому что он всегда настроен Бога и во всем его видит. А двойственные относительные представления не слишком занимают его ум и на периферии сознания вытеснены и носят только прагматичный, утилитарный, условный, игровой характер. Слабо интенсивный мандо тивра. Такого рода шахтипата приводит практикующего к гуру, обладающего совершенным знанием природы я. Гуру очищает души своих учеников посредством а. одного лишь благодатного взгляда б. несколькими фразами в. прикосновением г. мысли о них. Так гуру освобождает учеников от всех видов связанности безформального посвящения или егической практики. Такие садхаки не получают спонтанного знания реальности, но приходят к нему через благословение гуру. Последнему не требуется исполнение ритуалов, он посвящает учеников одним лишь желанием. Затем гуру устраняет все возможные заблуждения своим примером и наставлениями. Этот процесс, не требующий ритуалов или ритуальных предметов, известен как джняна дикша. Стоп. Итак, интенсивный, самый слабый из интенсивных это джняна дикша. Он не требует формальных посвящений и для гуру здесь достаточно просто быть. Гуру может дать ученику освобождение просто фактом своего существования. Даже не объяснениями, дикшами, техниками, вдохновениями, просто вот ученик знает, что он есть, этого достаточно. За счет того, что он есть, он получает мощный шактипат, передачу. Это признак интенсивного шактипата самого слабого из интенсивного. Получившие такую шактипату получают окончательное освобождение одним из следующих способов. Они осознают себя абсолютом в действительности ощущают свою божественную суть, оставаясь в физическом теле, которое воспринимают как инструмент, который они мастерски применяют для того, чтобы испытать экстаз полной самореализации. Они получают освобождение, находясь в физическом теле. Некоторое время они наслаждаются божественными полномочиями, а затем, покидая тело, полностью сливаются с природой Шивы. По достижению естественных пределов жизни они могут оставлять тело по желанию при помощи особого рода посвящения дикша. Однажды один такой бедный человек в Индии спал на земле и в это время ночью еще утром под самое утро один святой шел читая джапу по пути ганги чтобы сделать омовение и он натолкнулся на этого человека задел его ногой и он рассердился и что-то сказал и пошел дальше или пробормотал что-то но этот человек увидел что это садху святой и подумал наверное это дикша наверное это мантра наверное я получил посвящение ведь это святые такие загадочные вдохновленный он встал понял что его жизнь изменилась теперь он получил гуру получил мантру получил дикшу начал постоянно читать эту мантру он даже не знал как его зовут даже толком его не рассмотрел просто в темноте святой шел читал джапу что-то пробормотал и пошел дальше на омовение но он задел его ногой и это открыло в нем какие-то каналы его жизнь полностью изменилась он стал садху через некоторое время стал святым ситхом это пример как может действовать интенсивный шактипат на слабой степени нужен какой-то толчок и все запускается все внезапно раскрывается вспоминаются все практики выполненные в прошлых жизнях вся сатва накопленная в прошлых жизнях начинает изливаться широким потоком какая-то небольшая кармическая преграда была убрана одним бормотанием одним пинком святого который даже случайно задел ногой просто зацепил ногой и пошел даже в этот момент они постигают свою истинную природу абсолютной шива татвы и после полного слияния с абсолютом достигают совершенного освобождения быстро умеренный тивра матхи те кто получили шахтипату такого рода обращаются к достойному наставнику с помощью ритуалы пуртакадикша гуру принимает учеников как своих сыновей и дочерей и дает наставление о природе абсолютной реальности такие ученики хотя и обладающие знанием реальности не чувствуют в полной мере своей безграничности чистоты и божественности они достигают самореализации лишь в момент смерти умеренно умеренный матхи матхи получившие такую шахтипату испытывают сильное желание насладиться высшими ситхи хотя также стремятся к реализации шива татвы они могут приобрести желаемые ситхи во время жизни но реализация природы шивы приходит только после смерти слабо умеренный мандаматхи такого рода шахтипата приводит ищущих гуру который закрепляет их пребывание в одной из высших татв после того как такие ученики оставляют свои смертные тела они испытывают все радости присущие данной татве получая другую форму или тело подходящее для существования в этой татве они достигают реализации природы шивы только после того как покидают эту форму таким образом их освобождение происходит постепенно крама мокша итак три типа интенсивности шахтипата быстрый тивра умеренный мадхия медленный манда который в свою очередь делится также на сильный средний слабый т.е. тивра тивра мадхия тивра и манда тивра тивра мадхия 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 манда мадхия тивра манда мадхия манда 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 девять разновидностей шахтипата исчерпывают все уровни благодати которые нисходят и мы должны примерно определить на какой стадии мы находимся как под каким уровнем благодати мы в данный момент пребываем считается что интенсивный шахтипат присущ дивья умеренный вира и слабый присущ пашу быстрый но слабый тивра манда получившие такую шахтипату превосходят физическую форму и достигают более высокого или чистого плана существования в одном из высших миров их способность к наслаждению сильнее чем у тех кто относится к слабоумеренной категории после того как их страстное желание божественных сил этого мира полностью удовлетворено они достигают полной реализации природы шивы этот вид постепенного освобождения также известен как крама мокша в этом случае не требуется помощи наставника из высшего мира земной гуру проводит их через этот мир к достижению абсолютной татвы умеренно слабый матхи манда люди получившие благословение в виде шактипаты такого рода поднимаются в один из высших миров превосходящий наш физический мир насладившись всеми радостями пребывания там они снова получают посвящение в шиваитскую йогу от главного божества того мира и благодаря милости этого божества они проходят через разные стадии впоследствии достигая реализации татвы очень слабый манда манда такого рода шахтипата также приводит к достижению некого высшего мира в этом случае садхака испытывает следующее состояние проживание в обители верховного божества этого мира салокья физическая и интеллектуальная близость к этому божеству самипья неполное единство с этим божеством саюджья после долгого периода божественных наслаждений этого мира садхака снова получает посвящение в шиваитскую йогу от земного наставника в этой категории полная реализация абсолютной природы шивы происходит постепенно и занимает долгое время согласно этой философской традиции каждый из девяти видов шахтипаты в дальнейшем классифицируется в зависимости от высокой средней и низкой степени скорости достигая числа 27 впоследствии эти виды также могут быть разделены на последующие категории но поскольку основные девять видов достаточно подробно были описаны выше для того чтобы составить четкое представление о них такие великие святые как Абхинавагупта решили не создавать более детальных разработок поскольку все люди вне зависимости от категории есть шива который проявляется в той или иной форме все боги сверх боги мастера высших миров чистые существа чистое существа уровня видия и высшие силы управляющие этими мирами могут посылать благодать более низким по духовному развитию существам практически любой более развитый духовно человек может давать благословение существам стоящим ниже его шактипата посылаемая такими сверх богами как брахма или вишну которые оперируют на уровне майя не может привести к освобождению но лишь дает более высокий вид наслаждения шактипата исходящие от ишвры или садашивы или от их воплощений таких как ананта надха гаханеша шрикантха надха или умопатинадха может привести к освобождению тем не менее такая шактипата приводит к постепенному освобождению известному как крама мукти только интенсивный вид шактипаты тивра посылаемый самим богом может дать мгновенное освобождение садху стремится жить так чтобы благодать всегда была с ним всегда касалась его и никогда не покидала его чтобы благодать никогда не покидала садху должен следить за умом никогда не проявлять эмоции не потакать привязанностям не потакать эгоизму любые неправильные действия лишают и прерывают благодать благодать очень чувствительно у нее достаточно жесткие принципы не потому что она жесткая а потому что она очень тонкая и малейшее отклонение быстро прерывает скажем так канал связи с благодатью поэтому если вы стремитесь быть всегда в благодати и никогда ее не прерывать устанавливайте всегда себе высокие стандарты высокие стандарты садханы высокие стандарты этики поведения высокие стандарты ментальной самодисциплины высокие стандарты смирения высокие стандарты созерцательной практики если вы стремитесь держаться высоких стандартов гарантированно благодать будет нарастать и даже если она была слабой она станет средней если она была средней она станет более высокой. Весь секрет в поддержании этих высоких стандартов. И вот поддержание таких высоких стандартов это есть тапасья. И садху, он воспитывает себя так, чтобы постепенно эти стандарты все больше повышать и повышать. Тогда благодать нарастает и нарастает. Когда же мы понижаем стандарты, позволяем ментальной дисциплине быть слабой в внешней дисциплине, уменьшаем собственное смирение, уменьшаем глубину созерцательной практики, интенсивность садханы, понижаем уровень требований к себе, то наша чувствительность к восприятию благодати тоже уменьшается, и мы ее теряем. На самом деле, очень нелегко быть чувствительным к благодати. Ануграха Шакти – это такая капризная энергия. Не в том смысле, что она обладает какими-то эгоистичными капризами, а в том смысле, что она очень утонченная и тонкая. Очень сложно ее обрести и легко потерять. И Мумукшутова – это всегда стремление жить по высоким стандартам, чтобы никогда не выпадать из благодати. И мы всегда должны помнить, когда у нас есть возможность проявить эго, проявить гнев, проявить клешу, омраченность, неудовлетворенность, то на другой чаше весов лежит благодать. И мы всегда должны подумать, что мне дороже – потерять благодать и что-то проявить, либо мне дороже сохранить благодать. Если мне дороже сохранить благодать, то я останавливаю свой ум, останавливаю эмоцию, останавливаю привязанность и выполняю свою тапасию. Вот так думают все сильные истинные садху. Поэтому их благодать никогда не прерывается. Садху также отличается тем, что он внимателен в благодати. Он всегда очень внимателен в благодати. Он всегда действует так, чтобы не разорвать канал связи с благодатью. Он готов терпеть, смиряться, терпеть неудобства, дискомфорт, отсекать надежды, но он не готов терять благодать. Потому что он ценит благодать, как самое важное, связывающее его с Богом. Невнимательность заключается в том, что благодать не ценится. Вот если благодать не ценится, я могу быть небрежным. Я могу спать до семи часов. Я могу позволить какие-нибудь нечистые мысли в отношении соседа. Потому что я забыл, что благодать это очень ценно. Я могу позволить понизить стандарт. И когда мы так себе понижаем стандарты, то благодать начинает иссякать. Она проходит мимо нас. Она идет, но мы ее не улавливаем. И вот садху, который вкусил благодать и понимает, какой она тонкий имеет характер, он становится очень ценителем благодати. Он ее ценит подобно волшебной драгоценности. Вопрос. Ананда может быть гранью благодати. Это грань благодати. Но саму благодать невозможно свести только к радости и ананде. Это переживание многогранно наполненности, распахнутости, внутренней целостности. Вот когда вы переживаете удовлетворенность, эта удовлетворенность становится внутренней целостностью. Затем она становится беспричинной радостью. И если вы продолжаете находиться в этом, эта радость становится счастьем. Просто так. Ниоткуда. Вам просто радостно. Вы проснулись утром, думаете, как здорово. Бог есть. Все. Дхарма есть. Вот это счастье. Я среди садху. Я в санге. Какое счастье. И вот это счастье наполняет вас больше, распирает, а потом становится блаженством. Так что уже вы так думаете. Стонать хочется от счастья. Были святые, которые буквально головой обстенут от счастья. Они думали, надо же что-то делать. Так энергия выходила. Энергия экстаза. Или танцевали. Экстаз уже начинает. То есть блаженство переходит в экстаз. Экстаз переходит в восторг. То есть настолько сильна благодать, что ее уже обычными чувствами даже не выразить. Восторг перерастает в восхищение, изумление, прославление, желание непрерывно прославлять Бога. Какие там мирские заботы. Какие там, друзья, враги, привязанности, материальные дела, деньги, власть. Тут Бог. Вы не понимаете? Что сумасшедшее? Не понимаете? Вот Бог. Как его можно не видеть? Как можно не думать о Боге? Как его можно не прославлять? Вы что? Вы куда пришли? Вы чем занимаетесь? Вы вообще о чем вы думаете? Вот так он. Только Бог. Только Бог всегда, везде, каждую секунду. Ни о чем, кроме Бога, не думать. Как его можно не прославлять? Он же сияет во всем. Он светит. Он же в каждом сердце, в каждых глазах. И такой человек, он не может не прославлять Бога. Это проявление шактипаты. А потом, когда садху еще больше, утончается его восприятие, его ум еще больше успокаивается, он переходит на новый уровень. Это переживание божественных уровней непостижимости. Переживание высших чистых татт. Это переживание, ощущение себя проводником божественной воли, дланью Господней, тем, через кого Бог вершит свой промысел. Ощущение себя сосудом божественной мудрости. Ощущение себя вселенским источником счастья мира всех живых существ. Я счастье всего мира. Я источник счастья всех живых существ. Ощущение божественной непостижимости. Все это уже пятое, четвертое, третье, второе таттвы. И дальше просто непостижимые уровни. Вот так может переживаться по нарастающей шактипатха. ООМ 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 Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok